В эфире телеканал ЛАБА, информационная программа в студии Наталья Литвиненко. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Да здравствует Первомай. В Лабинске прошли мероприятия, посвященные празднику весны и труда. Депутаты ЗСК провели выездное заседание в Лабинске. Георгий Скаленточка – символ Победы. Одноименная акция помогает краевому госпиталю. Первомайские праздники в Лабинском районе прошли на высоком уровне. Около 15 тысяч человек приняли участие в демонстрации. Также праздничные мероприятия проводились и в последующие дни. 1 мая наша телекомпания вела прямую трансляцию с улицы «Красные подробности» у Людмилы Никоновой. В первомайской демонстрации в Лабинске приняли участие более 80 организаций. Несмотря на дождь, который начался с самого утра, срыва мероприятий не произошло. Больше часа длилось праздничное шествие, в котором по традиции принимают участие и школьники, и трудовые коллективы Лабинска. Я увидел много людей разных, парад мне очень понравился. Понравились все наряды, мы ленточки раздавали, людям радость приносили. Мне еще понравился приход весны. На трибуне всех приветствовали первые лица района и города, почетные граждане, депутаты ЗСК и советов, лидеры профсоюзов. 1 мая всегда был праздником весны, мира и труда. Таким он и остается сегодня. Лабинские труженики встретили 1 мая 2014 года с достойными показателями и с хорошим настроением. Это, в принципе, вот уже много лет я принимаю участие, это столько же, сколько вот каждый год и отличительная черта. Шли очень хорошо подготовленные колонны, нарядные, украшенные. Люди шли с хорошим настроением. Были вновь сформированные коллективы, большие, серьезные коллективы. Приятно было видеть людей труда, приятно было видеть интеллигенцию, детей, молодых лавенчан, спортсменов, учеников. Вы знаете, вот я находился на трибуне с почетными гражданами, с председателем профсоюзных комитетов. Вот все говорят, что это действительно был праздник весны, труда, очень красивый, нарядный. Сегодня, как никогда, актуален девиз профсоюза в единстве нашей силы. Единение народа нашего, единение даже всех жителей нашего города говорит об этом. Несмотря на какие погодные условия, наш праздник состоялся, можно сказать, уже сейчас, хотя он еще продолжается. Мы проводили, профсоюзы шли под лозунгами «Достойному труду, достойная зарплата». Это наш экономический лозунг, мы его поддерживаем и считаем, что действительно наши люди, работающие, достойны хорошей заработной платы. На демонстрацию пришло более 80 коллективов. Было огромное количество людей, все улыбались, все шли без зонтов, все радовались приходу весны, все радовались тому, что сегодня мирное небо у нас над головой. Есть возможность жить, работать, есть надежда на то, что будет будущее у наших детей. Рады тому, что стабильно сегодня у нас в обществе и в городе. Горожане стремятся в этот день на красную не только проявить свою солидарность в праздничном шестве, но и зарядиться положительными эмоциями, наблюдая за маршем. В этот раз из-за дождя кто-то остался дома и для них праздник транслировался в прямом эфире, но те, кому погода ни почем, остались с хорошими впечатлениями. Отлично настроение, хорошо Виктория вела, моя дорогуша Виктория, это моя внучечка. Понравилось очень, мы всегда ходим. Хотя и дождь, но все равно мы пришли дома, не стали засиживаться. Праздник есть праздник. Надо было кричать «Ура! Ура!» Среди тех, кто пришел 1 мая на площадь родина, гости Лобинска. Погода не испортила впечатлений, после дождя город стал даже более ярким. Мы реально приехали из Питера, славного города, сюда, с родственником. 50 лет назад я уехал отсюда, вот только первый раз приехал. Нормально, нормально. Вот брат мой, видите, все изменился город в лучшую сторону. А цветы – это отдельная песня. Мы сфотографировались красный. Уже все отослали, все фотки отослали. После шествия в городе продолжалась праздничная программа. Перед лобинцами выступали творческие коллективы. Горожане долго не расходились под впечатлением демонстрации и в предвкушении встреч с друзьями. Ведь 1 май – всегда праздник, который не теряет своей актуальности. Людмила Никонова, Георгий Сопов, телекомпания «Лоба». В преддверии праздника в Лобинске состоялось выездное заседание трех комитетов ЗСК. Обсуждали на встрече повышение эффективности мероприятия по созданию условий профподготовки лиц с ограниченными возможностями, а также женщин, находящихся в декретном отпуске. Подробности Татьяна Чистовой. Работы участники встречи начали с посещения нескольких объектов социальной сферы Лобинского района. Одной из групп возглавил заместитель председателя законодательного собрания края, председатель комитета по вопросам образования, науки и делам семьи Виктор Чернявский. Он вместе с коллегами побывал в городских 8-й и 9-й школах и Лобинском социально-техническом техникуме. В 8-й школе делегация осмотрела условия обучения детей, познакомилась с методиками, которые используют педагоги образовательного учреждения. Кроме этого, участникам встречи интересно было увидеть результаты работы педагогического коллектива. Поэтому в учебных аудиториях и мастерских они общались со школьниками, а те охотно и мы читали, и рассказывали, и показывали. Далее гостей встречали в 9-й школе. Члены группы увидели, как в образовательном учреждении реализуется новая, но перспективная форма работы с детьми-инвалидами – дистанционное обучение. Преподавание ведется с помощью интернета. Веб-камера позволяет ученику с педагогом видеть друг друга, а специальная программа – быстро реагировать на запросы ребенка, контролировать и корректировать его работу. Такая форма обучения для детей-инвалидов имеет особую значимость, ведь она позволяет заниматься с учителем в любое удобное время, не выходя из дома и даже находясь вдали от образовательного учреждения. В Лобинском районе имеются две базовые школы, где с помощью дистанционного обучения 12 предметов осваивают 11 детей с ограниченными возможностями. Вторая группа во главе с председателем комитета ЗСК по вопросам культуры, информационной политики и социальной защиты населения Татьяна Ихлоповой посетила пятую школу, а также предприятие «Узоры» и «Агроком», где предоставляют рабочие места инвалидам. Делегацию интересовал вопрос трудоустройства людей с ограниченными возможностями и условия их труда. Далее обсудить основные вопросы повестки дня за круглым столом собрались все участники заседания. Среди них депутаты ЗСК, глава Лобинского района, заместители, председатель и депутаты Совета района, руководители профильных учреждений, представители школ Лобинского, Курганинского и Мостовского районов, священнослужители. Большое такое представительство трех районов. Сегодня собрались для того, чтобы обсудить очень злободневные темы, проблемы, которые существуют среди инвалидов. Тема инвалидов, начиная с дошкольного, скажем так, возраста, их обучения, их воспитания, дальше профессионального обучения и самое главное трудоустройства, очень волнует всех. И законодательное собрание, краеадминистрацию, и, естественно, муниципальное образование. Поэтому цель сегодняшняя наша – посмотреть, как эта работа организована в Лобинском районе. Нам очень хочется, чтобы каждый человек в нашем обществе, и тем более человек, который нуждается в поддержке людей, жил полноценной жизнью. А полноценная жизнь – это, в первую очередь, его работа. И если люди, и в том числе люди, которые нуждаются в поддержке, которые ограничены в своих, скажем так, движениях и будут получать эту поддержку, то все будут, так сказать, довольны тем, что они свою работу выполнили. Говорили за круглым столом о работе по созданию условий для организации профессиональной подготовки лиц с ограниченными возможностями на территории Лобинского района. О содействии трудоустройству женщин, имеющих несовершеннолетних детей, об их профессиональном обучении по направлениям центра занятости. Своим опытом делились также представители соседних районов. Участники обменялись мнениями от увиденного в Лобинском районе. Организация работы впечатлила участников заседания. Яркое впечатление, оно не впервые у меня вот вызрело, да. Я в очередной раз убедился, что и глава администрации, и совет муниципального образования, и педагогическое сообщество сегодня уверенно идут по пути развития системы образования. Материальная база школ, техникума за последние годы заметно укрепилась. Мы видим, что коллективы не стоят на месте, они совершенствуют методическую работу, учебно-методический процесс. Сегодня те детки проблемные, дети инвалиды, обездвиженные дети, которые не выходят из дома, к сожалению, они получили возможность через интернет общаться с учителем, получать задания, сверять свои работы. То есть, они тоже вовлекаются в этот процесс. И задача – не должно быть ни одного ребенка, который вне школы, вне образования. В Лобинском районе это придается первосипеднейшее значение, и мы видим, что успехи есть. Александр Сачиков отметил, что работа в такой большой слаженной команде с общей целью благоприятно скажется на дальнейшей работе с нуждающимися в поддержке людьми. Вопрос один стоял о том, как должно дальше развиваться законодательство по отношению к детям и взрослым с ограниченными возможностями. Вот мы услышали здесь много различных мнений, но самое главное, мы услышали о том, что в этом направлении идет большая серьезная работа. И Лобинск отмечен в хорошую сторону как базовый район, где имеется коррекционная школа, где имеются такие группы, где создаются специальности в наших учебных заведениях. Это в социальном техникуме, это в аграрном технике, техникуме, это и в медицинском училище, это и в школах. Есть хороший положительный пример, когда людям с ограниченными возможностями предоставляются рабочие места и также проводится их обучение на базе службы занятости. То есть вот этот комплекс, который наработал Лобинский район, он сегодня был поставлен в пример другим районам о том, что нужно идти вот этой дорогой. Считаю, что здесь много интересного было сказано, которое можно воплотить в жизнь, облегчить решение этой проблемой и, конечно же, сказать, что это наши граждане, это люди, которые требуют повышенного внимания. И мы должны с этим вопросом серьезно очень заниматься. Татьяна Чистова, Владимир Дворников, Георгий Сопов, телекомпания «Лоба». Администрация Лобинска реагирует на обращения горожан. Одно из них поступило от жителей прохладного. Проблема качества подачи электричества уже решена. У нас проблема какая была? Как ветер, так обязательно у нас света нет. Звоним, электросети приедут, вроде сделают опять. С просьбой решить проблему жители обратились в городскую администрацию. «Нами была собрана комиссия, мы обследовали линию и было выяснено, что линия проводов, которая воздушная линия, находится в деревьях». При ветреной погоде ветви деревьев били по проводам. Это приводило к короткому замыканию и отключению электроэнергии. «И было решено Кубанинерго произвести выпилку деревьев». О подготовке к предстоящему празднованию Дня Победы сегодня говорили на планерном совещании в администрации района. Ожидается, что в этом мероприятии примут участие еще больше коллективов, чем в Первомайском шествии. Уже несколько дней на территории Лобинского района проводится акция «Георгиевская лента». К этому дню уже удалось собрать более 85 тысяч рублей для краевого госпиталя. Работали активисты и в праздничные дни. Главная цель патриотической акции «Георгиевская ленточка» – не дать забыть молодому поколению, кто и какую цену одержал победу в самой страшной войне прошлого века. Чьими наследниками мы остаемся, чем и кем должны гордиться и о ком помнить. Традиционная акция в честь Дня Победы стартовала 1 мая. На центральных улицах и площадях города волонтеры всем желающим вручали символы 9 мая. И мы это очень приветствуем. Гляньте, что творится на Украине, гляньте, что там творится. Просто сердце кровью обливается. Это была вечная память и будет нашим всем отцам и дедам за то, что мы тут живем и радуемся. Наши отцы и деды защищали нашу родину, погибли. И это пьян чувство гордости за них, что мы защитили родину. По памяти падшим воинам Великой Отечественной войны. У меня есть сыновья, будут носить, я им одену и пойдем на 9 мая. В этом году в Лобинском районе планируют раздать более 10 тысяч ленточек. Об этом нам сообщил руководитель местного штаба Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Дни на Россию» Евгений Чесноков. Основной пункт выдачи георгиевских ленточек расположен в Лобинске, на Центральной площади возле памятника Ленину, где каждый день с 11 до 13 часов можно приобрести символ Победы. Также ленты раздают волонтеру во всех микрорайонах и поселениях района. И в местах, где вручают ленточки, можно сделать пожертвования. Деньги направят в Краснодарский госпиталь ветеранов. Наталья Твиненко, Игорь Исаков, телекомпания «Лобам». А сейчас с прогнозом погоды нас познакомит Ирина Берякова. Я передаю ей слово. Ирина, какую погоду обещают синоптики 6 мая? 6 мая, по прогнозам синоптиков, сохранится облачная погода. Осадки продолжатся. Подробнее через несколько минут. Это все новости на сегодня. С вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания.